Здравствуйте, в эфире ежедневная программа 13 регион, с вами Рауль Габитов. В очередной раз я расскажу вам о том, что произошло в Шемкенте за минувшие сутки. Наша съемочная группа зафиксировала несколько происшествий, но обо всем по порядку. Наезд на пешехода произошел около трех часов ночи на улице Мамытово. Под колеса Мерседеса попала девушка. Сбив человека, автомобиль въехал в здание одного из кафе. По нашим данным, пострадавшая получила серьезные травмы. Ее пришлось госпитализировать. По словам очевидцев, водитель сначала находился на месте происшествия, а затем неожиданно исчез. Выяснениями обстоятельств этого ДТП занимаются сотрудники полиции. Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на улице Байдебекби. Участниками аварии стали грузовик и Мерседес. По нашим данным, самосвал двигался в сторону Шемкента, но перед въездом водитель решил развернуться. В момент совершения этого маневра под грузовик залетела легковушка, которая ехала по той же полосе. В результате столкновения седан был разбит. Когда я решил развернуться, другие машины были далеко. И пока я пропускал встречные машины, в мой грузовик внезапно въехал Мерседес. Скорость у этого автомобиля была большая. Сначала он протаранил меня, а потом влетел в столб. Мне показалось, что водитель не нажимал на тормоза. Водитель самосвала отделался лишь легким испугом. Трое человек, находившихся в салоне легковушки, получили травмы и были госпитализированы в больницу. По нашим данным, состояние одного из пострадавших тяжелое. Здоровье остальных оценивается как стабильное. Пожар произошел в одном из ресторанов по улице Утигенова. Сообщение об этом поступило в пожарную часть около 8 часов утра. Чтобы потушить пламя, на место происшествия пришлось тянуть значительные антипожарные силы. Позже количество личного состава и техники увеличилось. Судя по всему, в момент пожара в здании не было большого количества людей. А потому эвакуировать никого не пришлось. Однако, чтобы погасить пламя пожарным, пришлось изрядно потрудиться. В данный момент задействованы 11 техники, 3 водовоза, а также 60 человек личного состава. В данный момент площадь пожара составляет 250 квадратных метров из задумления кровли данного салоне. В 9 часов 23 минуты данный пожар локализован. В результате чего здание воспламенилось неизвестно. Причины пожара выясняются. Полностью бедствие было ликвидировано в 10.52. Жертв и пострадавших нет. В качестве одной из версий рассматривается применение фейерверков во время торжества, которое произошло накануне. Пассажирский автобус перевернулся в микрорайоне Достык. Видеоматериал с места происшествия на номер WhatsApp нашей редакции прислал очевидец. Есть ли жертвы и пострадавшие, и каким образом произошел инцидент, отправитель, к сожалению, не сообщил. Такова была хроника криминальных событий за минувшие сутки. Напомню, что если вы стали очевидцами пожара, ДТП или преступления, звоните к нам по телефону 56 16 32. Если вы зафиксировали какое-либо происшествие на камеру мобильного телефона, отправляйте материалы на WhatsApp 13 региона. Номер вы видите на экране. Наша съемочная группа находится на дежурстве круглые сутки. С вами был Рауль Кобитов. Будьте бдительны и берегите себя.